И вот, в принципе, неожиданно для всех появляется оно, то самое true story, те самые правила... Правила? На самом деле, всё осталось как и раньше, только теперь я в шапке и без бороды. Всему есть свои причины, свои объяснения, но я по-прежнему отвечаю на ваши 10 вопросов. Вопросы, такие себе, знаете, однотипные. Ну, впрочем-то, я предлагаю начать. Сейчас, знаете, будет такая, такая себе заставочка, вот как обычно, да, ту-ту-ту-туру-ту. Не так. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту. Сейчас. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Ну, типа, как-то так, будет заставка, и я начну начать на ваши вопросы. Итак, вопрос номер один. Колы Будуного Видео. На самом деле, я бы снимал намного чаще, и я хочу снимать намного чаще, потому что мне это нравится. Но я много чего снимаю, но не набирается определенное количество материала для того, чтобы это можно было назвать влогом. А чисто, знаете, заливать всё подряд я так не хочу. Поэтому видео будет, как только я буду собирать нужное мне количество материала. Для того, чтобы то, что я собирался, можно было назвать влогом. Поэтому, ну, или там, true story. Вопрос номер два. Давай трансляцию в перископе. Вот здесь вот будет мой перископ. Если запишите, подпишитесь. Ну, трансляция, я не знаю. Скоро будет трансляция. Итак, вопрос номер три. Ты звезда. Я знаю. Тебя когда-нибудь фотографировали папарацци в городе? На самом деле, у меня была ситуация поинтереснее, нежели меня просто сфотографировали. Как-то раз, ещё годика два-три назад, я гулял с своим другом в себя в Черкассах на Дружбе Народов. Было очень жарко, и вместо сладкой воды я купил минеральную воду. Мы сели на лавочку, то ли отдохнуть, то ли просто попиздеть. А у меня было три мужика с вот такими здоровыми камерами, со штучным освещением. Ну, штативы у них вот такие были, здоровые, большие, вот больше, чем я. Ну, вы понимаете, да, ядкая рама, и штативы большие. Они подошли и сказали, о, типа, Медведенко? Я говорю, да, Медведенко. Они говорят, слушай, ты не хочешь сняться в сериале? Я говорю, ну, это на самом деле интересно, заманчиво. Я говорю, а что это за сериал, что это за телеканал? Они мне говорят, телеканал Надежда. Христианский канал. Не желаешь ли ты сняться в сериале про воду? И я, знаете, так думаю, может, они очень сильно верующие, чтобы не обидеть их чувства. Я так, знаете, так сгладил, так все. Говорю, на самом деле у меня такой график по съемкам, и я просто не знаю, получится ли. И они говорят, да, ну, можно мы тогда с разных ракурсов просто тебя поснимаем, как ты будешь пить воду? Я говорю, это типа для вашего сериала? Они говорят, ну да. Я такой, ну ладно. Я просто сидел, пил воду и позировал на камеру. Для христианского канала. Вопрос номер четыре. Где педали свои покупал? Ээээ... Педали я свои покупал... Я так хотел, мне даже нужно пошутить про педали, которые на велосипеде, но понял, что шутку никто не оценит, и поэтому я серьезно отвечу на этот вопрос. Обувь я свои покупаю либо же в интернете, либо же в биржике. Последние, наверное, полтора года я покупаю одежду только там. На самом деле, единственное, что сейчас она мне не из биржики, это трусы и носки. Эту ситуацию нужно исправить. Если бы у меня была возможность вот здесь, вот восьмидведенка, написать маленькими буквами Бершка, я бы так и сделал. Итак, пятый вопрос. Как мама отреагировала на твое первое тату? Короче, мама, я сейчас там видео снимаю, и мне сбросили вопрос о том, как ты относишься к маме первому тату. Я должна как ответить? Ну, как ты относишься к нему? Нормально, уже. Уже? Ну, когда она к нему относилась, ее же не спрашивали. Я его никто не спрашивал. Меня поставили перед хором. А давай сразу ответим на последующие вопросы о татуировках, если они будут. Как ты отнесешься к моим следующим татуировкам? Отнесешься ли ты к нему вообще? Как ты отреагируешь? Смотря с чего будет состоять, какого рисунка. Если будут розы и черепа, отрицательно. Буду орать и себе такое же самое наблюдаю. Вы поняли? Значит так. Киев, Черкасса, жука и тату-мастера, быть мамкой тату. Как вы отнеслись к моей первой татуировке? Вопрос номер шесть. Какой у тебя рост? Я на самом деле давно не измерял свой рост, но он в районе 176 сантиметров. Вот примерно вот так вот. Итак, седьмой вопрос. У тебя в школе были друзья? На самом деле у меня в школе было очень много друзей. Я был очень коммуникабельный, общительный. И я остаюсь таким же по сей день. Это звучит как по сей дом, только по сей день. У меня на самом деле даже были девочки-подружки. Я с ними сидел на переменах и играл в барби. Это не так. На самом деле я просто мог общаться с девочками так, как с мальчиками. Ну типа, не в том плане, что я мог их пи***ить. Итак, восьмой вопрос. Его нам присылают аноним. Звучит он вот так вот. Есть домашнее животное? Да, у меня есть домашнее животное. У меня есть два кота, одна собака. У меня есть здоровый белый кот. Он очень смешной и он любит позировать на камеру. На самом деле странная сложилась с этим котом ситуация. Ведь у него несколько имен. Мы его называем Кубик, Увик, Форест, Лорд и Снежок. У него пять имен. А в то время как у рыжей кошки одно имя Малая. Еще у меня есть собака. Собака немецкая овчарка Норман. На самом деле собака очень добрая по отношению ко мне. Итак, девятый вопрос. Какое животное самое опасное? Я считаю, что самое опасное животное это кот. Ты берешь его, начинаешь гладить, потом смотришь ему в глаза, а он пиздит тебя лапой. Мне кажется, что эти моменты были у многих людей, когда ты берешь и снимаешь кота, а он лапой просто пиздит тебя по ебалу. Вся проблема в том, что коты очень подлые. Такова их натура. Они могут зацепить когтями глаз. И вы, не дай бог, можете потерять зрение. И именно поэтому я считаю, что коты это и есть самое опасное животное в мире во всем. И вот последний вопрос, десятый. Какое следующее тату сделаешь? Если в ближайшее время я буду делать татуировку, вы узнаете об этом одни из первых. Потому что я обязательно сниму об этом влог. Как только я заметил, что на этом видео набралось 40 лайков и выше, я сразу же, в тот же момент, моментально, залью влог. В котором я расскажу, почему я все-таки сбрил бороду. Почему я в Черкассах был две недели, а не в Киеве на учебе. Почему, 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 почему. Я считаю, что 40 лайков это очень мало, но на самом деле я очень хочу залить этот влог. Мне очень интересно узнать ваше мнение, увидеть вашу реакцию. Именно поэтому 40. Ёб твою мать, влог за 40 лайков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok